Друзья, приветствую вас! Продолжаем разговор на тему расстройств кровообращения. И после моего ролика, где я говорю о роли натуживания и венозного застоя, поступило много от вас вопросов, которые звучат следующим образом. Варикозное расширение вен нижних конечностей, геморрой, который также может обостряться, либо провоцироваться вот этими явлениями натуживания. И вообще сопутствующие ситуации, такие как простатит, геморрой, варикозная болезнь нижних конечностей. Вот эти три фактора, связаны ли они друг с другом, насколько можно профилактировать эти процессы, нарушение венозного оттока в малом тазу и в нижних конечностях. Вот сегодня об этом я расскажу вам. Кто не знает, сейчас я нахожусь в Стамбуле, и я подумал, что лучше буду показывать вам виды пейзажей стамбульских с берегов Босфора на моей вчерашней пробежке, чем смотреть просто так на мою физиологию. Это за моей спиной мраморное море, которое продолжается в пролив Дарданеллы и Средиземное море, в ту сторону, а в ту сторону начинается Босфорский пролив, и там Черное море. Здесь до Босфора примерно 10 километров. Итак, о нарушениях венозного оттока из малого таза. Это фактор, который может способствовать нарушению трофики, то есть обменных веществ в предстательной железе. Но нельзя так это понимать очень упрощенно, что вот вы где-то посидели и долго не вставали, долго не двигались, от этого простате стало хуже. Нет, речь идет о том, что если этот венозный застой хронически повторяется изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Это сидячие виды деятельности перед компьютером, за столом, за рулем и так далее. То есть, когда человек по роду своей деятельности очень длительное время находится в какой-то вынужденной позе и, ну так скажем, относительно обездвижен. Это первый фактор, который способствует нарушению венозного оттока из органов малого таза. Я об этом говорил в ролике про статит и приседания, я об этом говорил в ролике про статит и велосипед. Кто не видел, смотрите. Есть анатомические предпосылки у человека к венозному застою, то есть связаны с его индивидуальными особенностями строения венозной системы. И есть предпосылки внешние, о которых я скажу позже. Чтобы понимать анатомические предпосылки, нужно очень быстро посвятить вас в типы строения венозной системы. Вот, будут два основных вида строения, анатомического строения венозной системы. Это стволовой или магистральный и рассыпной. Стволовой это вот как ствол дерева, то есть вены от периферии, очень мелкие, начинается от вену, потом все крупнее, 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 переходит в основной ствол. То есть вот как дерево ветвится примерно. А рассыпной тип это когда от этого же органа, вот как куст растет, сразу много мелких ветвей. И вот они рассыпью такой двигаются к центру человека. Косвенно считается, что рассыпной тип строения вен больше имеет предпосылок к нарушению венозного оттока, чем стволовой. Потому что крупные стволы вен, их сложнее пережать, чем много мелких стволов. Но это все анатомические варианты. На них мы повлиять не можем. Так же как варикозной болезни нижних конечностей, существует недостаточность клапанного аппарата. Врожденная недостаточность клапанного аппарата. Поэтому мы видим наследование этой варикозной болезни нижних конечностей. Это наследственные предпосылки неполноценной работы венозных клапанов в нижних конечностях. То есть там есть специальные механизмы, когда человек стоит вертикально, фактор гидростатического давления, а по венам кровь оттекает из нижних конечностей достаточно тяжело. Поэтому мышцы массируют эти вены при ходьбе, при движении. И клапан в момент сжатия кровь вверх поднимается, чтобы она вниз не опускалась. Если она опускается вниз, срабатывает клапан, который ее удерживает. И при следующем сокращении мышц она дальше двигается вверх. Вот так работает это в нижних конечностях. Если же клапаны не полностью замыкают венозный просвет, то эта кровь возвращается назад-вниз. С каждым толчком только часть поднимается, а какая-то часть остается. Вот это и есть анатомические предпосылки к нарушению оттока из нижних конечностей. Поэтому очень часто есть варикозная болезнь у мамы, есть варикозная болезнь у дочери. Провоцирующими факторами, конечно, могут быть у женщин беременность и роды. То есть это вот увеличенная беременная матка давит на вены, прилегающие к малому тазу, которые, в общем-то, и идут и от нижних конечностей, и от тазовых органов. Это крупные подвздошные вены. И затрудняется отток крови. Если недостаточность клапанов есть, у беременных женщин вылезают эти варикозные узлы. Но не у всех. У кого-то их вообще нет, у кого-то это наследуется. У мужчин то же самое происходит. Если длительная ходьба, работа, то есть у мальчиков, у подростков этого нет, как только человек вырастает, начинает активно двигаться и физически работать, или долго сидит, или долго стоит, вот этот фактор гидростатического давления, клапанный аппарат с дефектом, не справляется, начинают вылезать варикозные узлы подкожные. Если процесс этот очень выражен, то есть могут сопровождаться образованием тромбов в этих венозных узлах расширенных, это опасно очень. И в таком случае никакими медикаментозными способами это не лечится. Есть какие-то вспомогательные медикаменты, но они не дают существенных результатов при выраженном анатомическом нарушении вот этого клапанного аппарата. И неизбежно подкожные вены нужно убрать, которые расположены под кожей, а глубокие вены нижних конечностей, которые в толще мышц, они все-таки справляются из-за того, что они в мышечном массиве, мышцы их держат, мышцы их качают, кровь помогают перекачивать, как насос. Поэтому удаляются всегда наружные вены, которые больше всего изменяются. Мы сейчас поговорили про нижние конечности, на этом с ними закончили. Теперь вернемся к органам малого таза. Простатит и геморрой. Эти вещи часто сопутствуют друг к другу. Но здесь мы не говорим об инфекционном и бактериальном простатите, и мы говорим о медленных многолетних тканевых изменениях в предстательной железе, связанных с фактором венозного застоя в малом тазу. Врожденных анатомических факторов вот такого рассыпного строения вен в малом тазу, они существуют, но их очень сложно выявить и еще сложнее механически как-то корректировать. Если вены нижних конечностей патологические можно выбросить, то вены в малом тазу выполняют какие-то шунтирующие операции, которые там улучшают венозный отток. Но это все очень узкая область, узкоспециальная, и не все сосудистые хирурги этим занимаются, и очень трудно прогнозировать результат, насколько он поможет в лечении, в исправлении симптомов, которые беспокоят человека от этого абактериального простатита. Если вдруг мы предполагаем, что основная причина вот этого абактериального простатита – это венозный застой. Это ситуации из разряда очень редких и, можно даже сказать, фантастических. Поэтому мы сегодня будем рассматривать факторы внешние, которые приводят к хроническому венозному застою в малом тазу. О первом я уже сказал – это хроническое сидячее положение, когда человек годами сидит в одном и том же положении и мало двигается. Мало двигается, нарушается венозный отток из простаты. Это ведет к венозному полнокровию, к образованию ситуации хронического интерстициального отека, то есть межтканевой отек. Когда я уже приводил этот пример, если вы пережмете основание пальца, он потом посинеет, потом начнет распухать. Это вот и есть, что кровь выходит в межклеточную жидкость, переполненная венозная система, в ней повышается давление и начинает жидкая часть крови, то есть плазма, выходить в межклеточное пространство. То есть это ведет венозный застой хронический, ведет к хроническому отеку предстательной железы. Ну и, соответственно, нарушается кислородный обмен, газообмен в ткани, нарушается обмен веществ и так далее, и тому подобное. Соответственно, эти изменения никак не улучшают состояние предстательной железы, а ухудшают, вот. Еще раз подчеркну, если вы посидели 3 часа и потом вернулись к своей обычной нормальной жизни, ничего страшного с вашей простатой не случится. Но если вы 20 лет работаете дальнобойщиками, сидите по 12 часов в день за рулем, это может отразиться в плане хронического застоя вен, хронического отека предстательной железы. Устраняется физической активностью. Это необходимо как воздух. Я в каждом ролике об этом рассказываю и пытаюсь вас в этом убедить. Просто образ жизни такой нужно себе сформировать. Формируете вы его сами. У вас должен быть такой образ жизни, чтобы эта физическая активность не была для вас абузой, а была естественным процессом, как дыхание. Вчера я пробежал 12 километров по этим чудесным местам. Сегодня пробежал 3. Ну вот запишу ролик и дальше начну. Какие упражнения полезны? Ну, во-первых, в каждой ситуации разные мероприятия, которые могут улучшить венозный отток. Первое – это если вы сидите и работаете за компьютером, встаньте, прогуляйтесь, пройдитесь, уйдите в какое-то укромное место, если вы работаете в офисе в коллективе. Это место всегда можно найти, вплоть до туалетной комнаты какой-то. Выполните там 20-50 приседаний и делайте такие физкульт-паузы там после часа. Можно поставить себе какую-то напоминалку на телефон, чтобы она там через час-полтора вам напоминала о том, что нужна вот эта вот там 5-минутная пауза в сидячем режиме, и чтобы выполнить свою какую-то физическую норму. Это будет очень существенно помогать вам. Очень существенно. Существуют специальные упражнения, в основном они все связаны с нижними конечностями. Это приседания, это движения типа ножниц в положении лежа, это перевернутые позы типа березки, плуг, посмотреть в йоге, березка, плуг и прочие перевернутые позы, которые облегчают движение конечностей от таза, облегчают отток крови. То есть это факторы, которые будут профилактировать и венозный застой в простате, и венозный застой в параректальных венах и являются анатомическим объектом появления этих геморроидальных узлов. В вопросе огромное значение имеет также работа кишечника, а именно скорость продвижения содержимого по кишечной трубке и процесс опорожнения прямой кишки. Значит, вот когда мы говорим о факторе натуживания, о чем речь шла вот в ролике о приседаниях, сам акт дефекации подразумевает такое натуживание. Значит, вы должны избегать длительных актов опорожнения прямой кишки. Нельзя долго сидеть на унитазе по 20, по 30 минут. Это положение плохое, которое ведет к венозному застой в органах малого даза. А для этого что нужно? Для этого нужно правильное питание. Вот все эти вопросы взаимосвязываются. Вот посмотрите, какой бы мы аспект не стали рассматривать, мы всегда приходим к правильному питанию, к правильной физической активности. Это улучшает работу кишечника. Это клетчатка. Клетчатка содержится в овощах, в злаковых. Значит, так как злаки – это углеводы, ролик есть о правильном питании мужчины, их количество мы не отказываемся от углеводов, мы их радикально должны сократить, уменьшить. Это не значит, что мы должны полностью отказаться от каши, это значит, что мы должны их есть, умеренно акцент делать на овощах. Листовые, корнеплоды и прочие овощи. Вот их должно быть много в каждом приеме пищи. Тогда у вас будет необходимый объем клетчатки в кишечнике. В этой клетчатке размножаются ваши кишечные бактерии, которые отвечают за функцию иммунитета. Поэтому здесь вот куда ни сунься, а везде польза, если правильно питаться. Тогда у вас опорожнение прямой кишки не будет занимать много времени. Обязательно, ежедневно должно происходить опорожнение кишки. И еще лучше два раза в день. Вот это оптимально. Ну, сказать на моем купоте, у меня были явления геморроя в возрасте 30-35 лет, когда я много оперировал, стоял очень долго на ногах, питался как попало вообще. Не обращал вообще никакого внимания на это. И да, были проявления даже с явлениями тромбоза узлов. Я пытался их лечить. Периодически это все затихало на полгода, потом опять возобновлялось. Как только я начал регулярно заниматься физической активностью и начал правильно питаться, я забыл об этой проблеме. И есть еще один очень важный момент. Очень важный момент. Это гигиена заднего прохода. Не пользоваться туалетной бумагой. Или пользоваться как первым этапом гигиены. После каждого опорожнения кишки вы должны вымыть, вы должны помыть анальную область. Как можно лучше. Вы знаете, есть статистика. Вот в мусульманских странах у мусульман обычай после опорожнения кишки пользоваться водой, не бумагой. И вы знаете, по статистике процесс осложненного геморроя в этих регионах в разы ниже, чем в тех странах, где в традиции пользоваться туалетной бумагой. Поэтому этот вопрос кажется каким-то смешным. Можно много шутить на эту тему. Кстати говоря, я люблю шутить. Но дело не в шутке и не в юморе сейчас. А дело в том, что это очень важно. Это кажется просто. Это кажется не очень достойно внимания. Но на самом деле этот процесс чрезвычайно важный. Гигиена. Потому что если плохая гигиена, вы создаете условия для существования, а там бактерий, для их размножения, они добавляют элемент воспаления в зону анального канала. И если есть предпосылки расширения геморроидальных узелочков от сидячей работы, плюс нарушения гигиенические, это приводит к тому, что быстрее воспаляется и чаще воспаляется этот геморроидальный узел. И вот если обобщить все эти процессы, о которых я рассказывал, меры профилактики, это правильное питание, регулярные опорожнения кишечника, гигиена анального канала, физическая активность, ежедневная, то вот все эти моменты обязательно приведут к успеху. Это не работает так, что если вы сегодня, например, поприседали на работе три раза, а потом две недели не обращали на это внимание и забыли про это, никакого, конечно, толку от этого не будет. Это ежедневная, ежедневная физическая активность. Сначала сложно, но старайтесь хотя бы две недели продержаться каждый день с каким-то минимальным уровнем физической активности, чтобы он повторялся периодически. И вы привыкнете к этому режиму жизни. Это не будет вызывать у вас отторжение. Вот к этому надо стремиться, чтобы это стало привычкой и обычным образом вашего существования. То же самое с питанием. Меняйте пищевые привычки. Две недели продержитесь, привыкнете и к овощам, привыкнете к кашам, к правильному питанию. У вас лучше начнет работать кишечник. Не будет никакого геморроя. Не будет. И когда у вас будет соблюдаться все эти правила, пройдет 4-5 месяцев и ситуация с венозным застоем изменится, через 4-5 месяцев вы почувствуете эффект от этого. Какой эффект? У кого есть, те, у кого фактор венозного застоя в происхождении интерстициального вот этого отека и застойного простатита является основным, почувствуют улучшение. То есть уйдут эти симптомы, которые вас беспокоят, значительно уменьшатся. Во всяком случае, эти мероприятия, о которых я рассказал, это единственно правильный путь в сторону здоровья. Никакие венотонизирующие средства радикально не изменят ситуацию, если дальнобойщик будет продолжать сидеть за рулем годами. Я понимаю, что изменить работу многим невозможно, но когда вы останавливаетесь на маршруте, останавливаетесь в какого-то кафе, чтобы поесть или сходить в туалет, не забывайте сделать 30-50 приседаний, пройтись, попрыгать, может быть, где-то найти укромное место и уделить внимание своему здоровью. Ну вот, это пробный мой ролик, первый, здесь в Стамбуле, в этот приезд в Турцию. Буду продолжать дальше думать над этими темами, над вашими вопросами, то, что вас интересует. Пишите мне, кому нравится, рекомендуйте канал своим друзьям, знакомым. Ставьте лайки, подписки и прочие, иштяки для меня. Желание поддержать канал, мне там нужно технику покупать новую, потому что все это плохо. Кто имеет возможность, можно поддержать в ролике внизу под описанием, там есть способы поддержки. В заключении, ребята, хочу всем пожелать, как всегда, здоровья, успехов, не кашляйте, не болейте, берегите себя, счастливо вам, до встречи.